Вечер добрый, вы смотрите новости в студии Максим Лукьянов и сегодня в выпуске. В Кустанайской области только 28% медорганизаций имеют подключение к интернету. Такая невысокая процентность связана с нехваткой компьютеров. О том, какая сейчас ситуация, расскажет Динара Абзирова. Оформить свидетельство о рождении ребенка через СМС. Госкорпорация «Правительство для граждан» запустила новый сервис. Подробнее о том, какие услуги можно получить таким образом, расскажет Ярослава Богатырева. В Казахстане с 1 января этого года вступил в силу закон о принудительной химической констрации педофилов. Более 9,5 миллионов тенге было выделено на эту процедуру. О том, как она будет проводиться и чем грозит, расскажет Екатерина Комиссарова. В наступившем году казахстанские пенсионеры могут рассчитывать на повышение пенсии дважды в самом начале года и с 1 июля. Таким образом, больше 3 миллионов наших сограждан увеличат свои доходы, а государство потратит на социальную сферу 4 триллиона тенге. Это на 12% больше прошлогодней цифры. Нурсултан Назарбаев заверил в послании, что все социальные обязательства государство выполнит подробности. Пенсионная система в Казахстане будет полностью привязана к трудовому стажу. Кто больше работал, будет получать большую пенсию. С 1 января этого года базовая пенсия повышена у нас на 8%. И Нурсултан Обещий еще раз твердо сказал, что с 1 июля 2018 года будут повышены пенсии в зависимости от трудового стажа в 1,8 раза. То есть мы раз и навсегда закрываем эту тему действительно очень большого несоответствия, когда люди просто пострадали из-за того, что у них не было достаточного трудового стажа до 1998 года. Как полагают эксперты-финансисты, новая пенсионная система заставит казахстанцев серьезно задуматься о легализации любой своей трудовой деятельности. Если сегодня мы говорим о том, что, допустим, с увеличением налоговой нагрузки, часть трудовых отношений, они уходят в тень для того, чтобы не платить налоги, не перечислять пенсионные и так далее. Ну, пенсионные для нас это что-то отсроченное. А теперь еще ко всему прочему добавляется то, что при начислении пенсии в последующем будет учиться трудовой стаж. И если человек не легализовал свои трудовые отношения в течение жизни, соответственно, при достижении пенсионного возраста он получит минимальный объем пенсии. Послание обещает совершенствование соцстрахования. Взаимосвязь между стажем и размером выплаты усилится. С этого года в Казахстане перешли на новый порядок оказания адресной социальной помощи малообеспеченным. Ее порог вырос с 40 до 50 процентов от прожиточного минимума. Иными словами, на господдержку могут теперь рассчитывать люди и побогаче. Главное – участвовать в мерах содействия занятости. Монорбек Касколов, Ярослава Богатырева, РТН В Кустанайской области только чуть больше четверти всех медорганизаций региона подключены к интернету. Главная причина – нехватка компьютеров. Если в городских медучреждениях эта проблема частично решена, то в отдаленных сельских районах она остается актуальной. О нынешней ситуации с компьютерами и интернетом в медорганизациях в эпоху всеобщей цифровизации расскажут мои коллеги. Все услуги, например, запись к врачу и на процедуры, регистрацию пациентов и электронную очередь, в четвертой поликлинике Кустаная ведут в режиме онлайн. Это стало возможным из-за внедрения медицинской информационной системы. Отныне у каждого здешнего врача есть свой компьютер. Причем некоторые купили за счет самой поликлиники. В дальнейшем медики планируют купить и планшеты. С ними очень удобно работать при выездах. Прогресс налицо, говорит главврач, но компьютеров все равно мало. Хотелось бы, чтобы компьютеров было немножко побольше, чтобы у нас в кабинетах стояло минимум два компьютера. Потому что на участке сегодня, если работает врач общей практики, по стандартам и по штатному расписанию у него три медсестры. И я думаю, что каждая из них работает, но так, чтобы не было никакой очередности, чтобы была определенная своевременность. Если одни медучреждения могут позволить себе такие цифровые новшества из своего кармана, то другим это не под силу. В прошлом году облздрав купил 429 компьютеров, подняв планку оснащенности до 91%. Но дефицит техники все равно есть. Да и с интернетом проблемы. Обеспеченность интернетом в селе где-то порядка 28%. То есть у нас есть проблема отсутствия компьютерной техники, почему у нас там не подключен интернет. И основная причина – это нет технической возможности подключения к интернету. В настоящее время мы проводим работу. Современные технологии будут внедрять поэтапно. Чиновники уверяют, и в этом, и в следующем году все медорганизации области подключат всемирной паутине. На этой из областного бюджета для 216 медицинских объектов выделили более 200 миллионов тенге. Дмитрий Гуренко, Диар Ахмечин, Динара Абдерова, РТН. Получить свидетельство о рождении ребенка, поставить его в очередь в детсад и оформить детское пособие – все это благодаря одному СМС-сообщению. Госкорпорация «Правительство для граждан» запустила пилотный проект по проактивному оказанию услуг. С первыми обладателями детских документов, полученных через СМС, встретились мои коллеги. 7 января Гириму Тиулина стала мамой чудного малыша, а 10-го – первой в Кустанайской области обладательницей свидетельства о рождении ребенка, которая была оформлена через СМС-сообщение. Я вот родила в 4.50, а в 8.40 мне уже сообщение пришло, что я могу свидетельство о рождении. Здесь очень элементарно и понятно. Я думала, нужно будет много документов, но на самом деле понадобилось только после роддома, когда дают справку, потом мое удостоверение и все, в принципе. Ну, а также элементарные вопросы о себе и о муже. Пилотный проект по проактивному оказанию услуг по рождению ребенка запущен в Казахстане в конце декабря 2017-го. В Кустанайской области в торжественной обстановке уже выданы первые свидетельства о рождении, оформленные через СМС. После рождения ребенка автоматически приходят родителям СМС-сообщение уведомления с поздравлениями и с предложениями регистрации рождения ребенка. Дополнительно постановка в детские дошкольные доведения и пособие по рождению и по уходу ребенка. Можно выехать на место, там в СМС указывается адрес, где точно расположен, откуда можно забрать, и можно заказать услугу доставки на день. Для того, чтобы воспользоваться проактивным оказанием госуслуг, достаточно быть зарегистрированным в базе мобильных граждан. Сделать это можно на портале электронного правительства в личном кабинете, привязав номер мобильного телефона КИИН. Сделать это можно самостоятельно или в секторе самообслуживания в ЦУНЕ. Монорбек Касколов, Ярослава Богатырева, РТН.